Вот, в принципе, у нас сегодня очень много тем, ребят, и по салане пообщаемся, и по дуэлям пообщаемся, по ранеру пообщаемся, и на вопросы на ваши поотвечаем, также в конце можно будет выйти в эфир с нами пообщаться, вот, то есть, короче, будет очень весело, вот, и информативно, самое-самое важное. Вот, ну, начнем мы, наверное, с проблем по салане, то, что у нас, в принципе, было недавно, такие перезапуски саланы, да, как вы все знаете, значит, с 10-20 тысяч транзакций в секунду происходило всего там около сотни, да, вот, и поэтому Валкин висел, вот, ничего нельзя было делать, и, в принципе, такие ситуации уже не впервой, они еще были, если не ошибаюсь, еще в прошлом году, да, в ноябре месяце, возможно, я уже так точно не помню, вот, но проблемы были серьезные, и в этих случаях нельзя делать никаких операций, то есть, транзакций, да, ни на биржу, ни с биржей, и, в принципе, вообще все, что связано с сетью саланы, ну, вот, то, что касается именно по игре, по игре нельзя тоже покупать, продавать, также делать бреды, вот, все, что касается транзакций, то есть, все, где у вас занимается комиссия в салане, это, значит, уже не внутри игры, да, я имею в виду то, что является самим Валкином, да, то, что мы просто вот играем, допустим, в сражения, и это, в принципе, не касается самой сети саланы, вот, поэтому на будущее, если вдруг такие проблемы возникают, и вы видите в новостях, в анонсах о том, что саланой есть проблема, то обязательно, чтобы вы понимали, что не нужно делать вот таких вот операций, вот, потому как они происходят либо на следующий день, да, либо, то есть, допустим, вы отправили монетки, и они придут совсем нескоро. Это тоже нужно понимать, поэтому вы уже будете немножечко, скажем так, более дальновидно на это смотреть. Также хотелось бы, возможно, Саш, скажи, пожалуйста, так, меня слышно, ребят? Скажи, пожалуйста, Алек, меня слышно? Уже Саша просто подключился, я смотрю, тоже с нами, вот, я тоже дам ему микрофон, включу, вот, чтобы, возможно, у него есть какие-то мысли как раз по этому поводу, и, Алекс, у тебя, пожалуйста, поделитесь, то, что, в принципе, мои мысли были, я вот о Салане сказал. Алек, кстати, тебя очень-очень плохо слышно, я вот сейчас попробую усилить. Привет-привет, мне вообще Алекса не слышно. Да, я сейчас увеличил громкость, ну, я не знаю, возможно, будет плохо слышно. Я думаю, что у Алекса что-то с микрофоном, наверное, какой-то... Вот сейчас меня хорошо слышно? Ой, отлично, вообще супер, сейчас слушай. Замечательно, наушники, потому что это зло. Да, все, окей. Привет-привет. Да, Саш, поделись, пожалуйста, как насчет Саланы, какое у тебя мнение вообще? И я не знаю, ты слышал или нет, я вот немножко ребятам рассказал о том, как себя вести, да, в таких чрезвычайных ситуациях, когда идет перегрузка сети, да, и не выполнять какие-то транзакции, не выполнять какие-то операции, которые связаны с Саланой. То есть все, что взымается комиссия, да, и, соответственно, это может затянуться на большое количество времени. Вот, какие у тебя мысли? Да, но смотри, в целом ничего страшного, если ты выполняешь какие-то действия, то есть если ты отправляешь какую-то транзу или еще что-то делаешь, ничего у тебя страшного не случится, она просто, ну, она не исполнится, либо она зафейлится, вот, и по итогу ты, ну, потеряешь просто вот эти 0,001 Саланку, которые на комиссию уходят, то есть, ну, газ у тебя спишется. В целом это не страшно, потому что у Салана очень маленький газ, вот, то есть там просто копейки какие-то потеряешь, вот, но, возможно, в случае Волкина просто, например, то есть это если ты просто с блокчейном взаимодействуешь, переводишь с кошелька на кошелек, например, или что-то такое. В случае с Волкином тут немножко по-другому работает, потому что если ты, например, отправил котов в брид, у нас бриды, как бы, там, ну, типа, они не на смарт-контрактах, они внутри приложения проходят, а потом уже приложение присылает в блокчейн, грубо говоря, вот, ту капсулу именно с тем котом, который внутри приложения, короче, вот она заминтилась. То есть если ты во время Дауна Саланы, например, кого-то сбридишь, то тебе капсула не придет, естественно, потому что она, потому что Волкин ее попытается отправить в блокчейн, она не прогрузит за того, что сеть идти, вот. Но, тем не менее, опять же, ничего страшного тут не произойдет, потому что просто-напросто, когда сеть отвиснет, вся вот эта очередь, Волкин топ также работает, вся вот эта очередь из всех транзакций, из капсул, из всего остального, все, что делали игроки во время Дауна, она просто будет исполнена, но позже. Так что, в принципе, ничего страшного нет. У нас, когда мы подвисали, мы, кстати, сейчас, очень хорошо стабильность прокачали, и зависов очень мало должно быть в целом, вот. Но когда мы подвисали там, например, на полдня, у нас такая же схема работы, она вообще, ну, привычная для всех. То есть мы после этого нагоняем и, грубо говоря, берем все транзакции, которые вот у нас во время Дауна прошли, чтобы догнать. И вообще весь блокчейн также работает сам. То есть это такие фундаментальные принципы. Поэтому в целом никаких особых правил не... Ну, я бы порекомендовал все-таки воздержаться от каких-то действий, потому что, ну, мы же знаем, что бывает такое, что в Волкине, что, ну, типа, что-то какая-то транза повисла, и потом, ну, типа, ищи-свищи, что такое, она в итоге не прогрузилась, надо в поддержку писать, все вот это. Короче, гемор может быть, но исключительно потому, что что-то богануло у самого Волкина. Вот, поэтому я все-таки рекомендовал ребятам не делать каких-то движений, просто подождать немножко. Драться можно было, это главное, энергию, чтобы не копилась энергия. Вот, а какие-то телодвижения делать уже после аппа самого блокчейна, чтобы потом просто не геморроиться с поддержкой Волкина. Слушай, Саша, как думаешь вообще, это у нас последний такой будет инцидент или ждет еще какие-то потряски, потому что нашли решение или нет? Нет, не нашли решение, в том и дело, это плохо для Соланы, решение нашли самое радикальное, то есть решение нашли отката блокчейна и остановки блокчейна и перезапуска его с момента неглючного блока. То есть там что вообще произошло? Короче, начали раскатывать новое обновление для форка Соланы. Я не знаю технически, что это был за форк, то есть я уже там дальше не углублялся, но это и не важно, в принципе. Вот, и всем валидаторам было рекомендовано обновить свое программное обеспечение. Валидаторы – это чуваки с большими серверами, на которых крутятся ноды Соланы, благодаря которым Солана работает. Это именно они получают нашу вот эту 0.001 Соланку, когда мы транзакции проводим, за свою работу. Так работает типа блокчейн. Вот. Ну и, собственно, они раскатали все эти обновления, и получилось так, что все к херам повисло. И, ну, типа, было вообще никому было не... Они... Почему так долго все это было? Потому что они 5 часов вместе с командой самой Соланы пытались найти в чем баг, то есть где, почему именно такое все это произошло. Но в итоге, так как у даун уже был просто какой-то неимоверный по времени, они решили, что они уже его не нашли, и типа перезагружать блокчейн. Вероятность повторения этого есть, и она, как мне кажется, довольно велика, но бояться этого не стоит, потому что последний такой даун был год назад, что ли? Что-то типа... Или, не, не год. Да, нет, да, да, летом. Именно тогда Солану опять перезагружали. Летом был. Вот. Но в целом угарно в Твиттере было то, что я там читал много-много кого, узнал инфлюенсеров Солановских, нормальных, серьезных чуваков там, на них ссылки тоже в Волкентопе скидывал. Вот. И они там прикалывались, мемы репостили, то, что Соланов... Пропускная способность Соланы в Дауне больше, чем Layer 2 решений на эфире. То есть, ну, короче, Солана топовый блокчейн на самом деле, но не очень стабильный. Она топовая по пропускной способности, по транзакциям. Вот. Но, к сожалению, вот такие вот темы... Ну, у всех свои минусы есть. Вот. Так что... Ну, что, хорошо, что апнули. Хорошо, что все хорошо закончилось. Слушай, Саша, еще такой вопрос вот. Тоже, я думаю, многих интересовал. Как думаешь вообще, какая вот блокчейн, какой еще на втором месте, который, скажем, по такому же количеству примерно транзакций, скорости, да, и такой же комиссии? Я бы на полигоне делал. Я бы... Если я запущу свой проект, я его сделаю либо на полигоне, либо, если я буду слишком рисковый парень, то я его сделаю на Тонио. Телеграм Open Network, который... Точнее, The Open Network. Ну, телеграмовский блокчейн. Вот у меня два фаворита есть. Полигон, который стабильный, но не такой дорогой. Тоже пропускная способность у него отличная. Матик, у него монетка. И Тон. Но Тон просто еще не обкатан на больших... Он на бумаге очень классный, но на больших объемах он прямо еще пока не обкатан, поэтому опасно какие-то очень большие делать на нем мувы. То есть нужно дождаться, пока Тон Foundation сам запустит какую-то игрулю или хорошо профинансирует каких-то таких вот подобных там проектах, типа Game Fight или какие-нибудь, чтобы показать всем, что, ребята, у нас круто, у нас все стабильно, у нас очень дешево. По сути, вот эти два. Аптос еще. Ну, Аптос я пока не знаю. Аптос слишком новый, слишком распиарили его. Вот. Но вроде как, тоже, опять же, по бумаге он классный. Новый блокчейн будет в Суи еще скоро. Он еще не залищен нигде. Тоже. Я думаю, что Аптос и Суи, это будут, как Солана была на прошлом, был ранее, а лютым... Мне кажется, Аптос и Суи будут в следующем, был ранее лютый иксовать. И фокус Солана сместится на них. Солана будет помирать. Я тебя понял. Ну, надеемся, Валкин решит этот вопрос. И мы уже будем перескакивать либо на новый блокчейн, либо на Солана все-таки все это дело пофиксит. И что-то какое-то новое, супер-крутое решение придумает. Возможно, какую-то коллабу с кем. Короче, посмотрим. Может, какая-то интеграция будет. Короче, посмотрим. Ну, видишь, восстановилась. Солана восстановилась в цене. И я слушал всю последнюю Аму с Алексеем, которая была для индонезийского комьюнити. Единственная полезная информация, которая там прозвучала, но которая не очень радостная, это то, что они приостановили, короче говоря, интеграцию с другими блокчейнами на сегодняшний момент. Это была информация две недели назад. А до этого, полтора месяца назад, наоборот, говорили, что они сейчас ведут переговоры. Поэтому не знаю. Но в целом работает все на самом деле. Тут особо переживать нечего. Солана работает, с Соланой ничего не произойдет. Ну, как бы так. Супер, супер. Саша, давайте пообщаемся насчет хайранера. Какие мысли тоже. В принципе, я думаю, что многие уже ждут. Как думаешь вообще, как скоро запустят? Я просто думал, что уже должны в понедельник вот-вот запустить. Ну, походу, эта неделя должна пройти. Походу, в пятницу они только запустят. Слушай, ну, у них со сроками вообще что-то беда какая-то сейчас. Я не знаю. Они бы что-нибудь выпустили, постики какие-нибудь хотя бы. Ребята у нас тут типа там вот мы занимались тем-то, тем-то. Сорян, сроки сдвигаются. Вообще так это нормально делать. Потому что они наобещали, натизерили. Дуэли сколько уже ждем. Я примерно понимаю, что они там делают. Но как-то у них немножко сумбурно получается. В целом насчет хранера очень позитивное обновление. Я, может, сам буду играть даже, не знаю. Ну, мне вообще не нравится хранера. Я 2048 жду. Вообще, если кто-то не знает и кто-то не подписан на канал Walking Top, то следующим после хранера игрой будет 2048. И вот я жду ее. Потому что я, ну, я люблю 2048 как механику. И иногда там, если куда-то в такси еду, например, могу там позалипать немножко. Вот. И мне это интереснее, чем раннер. Но сам раннер – это прикольная штука, потому что, по сути, это новый вид соревнований, как мне кажется. Но мне интересно было бы на самом деле послушать здесь Алекса на этот счет. Я думаю, что если он сейчас тут, то он что-то расскажет. Потому что мне кажется, что он больше шарит в том счет, что там будет. И больше может информации дать. Да, да, Саш, меня слышно? Да, да, тебя отлично слышно. Супер. Отлично. Да, я вот когда ты сказал про 2048, я прям реально… Короче, я полностью с тобой солидарен. У нас Артур открыл, короче, в чате такой… Кстати, у кого-то фонит. Почему-то у меня 200% на громкости стоит. Ладно, не суть. Короче, у нас микрофоны отключены, у тебя просто 200%, да, ты поставь 100% лучше. А, вот. Да, вот она так. А, отлично. Пушка. Короче, что, Артур не так давно, примерно с недели две назад, запускал MVP, такую небольшую рабочую модельки с играми в чате. Вот, и, соответственно, раздавал определенный пул монет за победителей, ну, для победителей. Вот, в конце дня там подводились итоги. И, как ни парадоксально, игра 2048, она прям одна из таких самых топовых, интересных была. И, ну, вот, я как бы сам в игрушке не так часто играю, но вот когда он ее запустил, да, был реально прям такой момент, чтобы позалипать. Это очень здорово. Вот, по поводу раннера, как бы там такая интересная механика, то, что есть, короче, свои нюансы, потому что есть, с одной стороны, такая, приток инвестиций с рекламы, да, как бы внешний приток ликвидности. И, как мы видели в прошлом турнире, да, почему он, как бы, не стали его повторять, да, потому что была, во-первых, одна механика, которая, ну, как, они, короче, обкатывали. Вот, и не совсем зашла, вот, в том плане, то, что надо было 24 на 7 сидеть, и это, как бы, не совсем удобно. Вот, плюс, исходя из этого, тоже финансовые показатели по рекламе, они, как бы, не очень, не очень интересные. Потому что, когда как мы обычно в игры играем, да, мы заходим, как нормальные обычные люди, да, и там, ну, 5-10 минут там утеряем, когда как. То есть какая-то есть продолжительность игровой сессии у нас. Вот, и так и реклама хорошо откручивается, так и, как бы, люди не устают. Вот, и эта история, она совсем была не про раннер, да, как с точки зрения геймдизайна, той игровой продолжительности, которой мы там находимся, так и с финансовой точки зрения. Вот, поэтому история про 2048, это такая, как бы, более чуть-чуть уклон в более такую интеллектуальную часть, да, то есть совсем другую часть аудитории подтянуть можно, получится. Вот, а раннер, да, как мы видели на тизерах, он такой становится более чуть сбалансированный, и, мне кажется, это очень хорошо скачется на финансовой составляющей, так как с рекламы будет больше приходов, больше мы чаще будем заходить, да, видеть эту рекламу, не так вот, там, 100 штук подряд, вот, а в течение дня грамотно этим сам приходы будут гораздо больше, и, как бы, все будем довольны, потому что 50% идет на откуп токена. Мне вот интересно, будет ли у них возможность рекламу к херам отключить, чтобы у меня, короче, я бы 100 волкинов заплатил, свои, и спокойно бы играл 2048. Я, на самом деле, часто плачу за какие-то казуалки, чтобы отключить рекламу, там обычно это доллар или два доллара, мне вообще не жалко, если мне игра нравится. Они обычно простенькие какие-то, но чисто просто позалипать, где-то, не знаю, 3-4 дня играю, потом забиваю на них, вот, но у меня такая схема. И мне кажется, что было бы прикольно, потому что обычно это выгоднее, чем, короче, такой пользователь, он получается выгоднее, который отключает рекламу, чем монетизировать его самой рекламой. Мне кажется, что это хорошая идея, но я думаю, что они думали об этом. То есть просто заплатить, механика понравится, заплатить за то, чтобы не смотреть эту гребаную рекламу каждый-каждый раз. А монетки-то, монетки приедут, ну, отправляются, то есть всем хорошо. Да, я согласен с тобой, это, даже если они не думали, хотя я уверен, что думали, я обязательно об этом сообщу, вот. И вот 2048 это прям та тема, да, за которую, если она еще прям вкусно будет упакована, да, как мы по опыту взаимодействия с Велкиным видим, как работают просто дизайнеры, я не знаю, кто эти люди. Вот, но мне очень нравятся сайты, картинки, все вот эти материалы, само приложение, ну, это прям пушка, настолько интуитивно и понятно. Вот, я думаю, что если 2048 они также возьмутся и сделают, то прям, ну, я согласен с тобой, что захочется даже заплатить. Алик, кстати, вот насчет, значит, хотел насчет свиткоина сказать, что они же как раз делали такую фишку, что можно там за 25 евро, если не ошибаюсь, или долларов, купить, типа, удвоение, да, и тебе, получается, начисляется больше монет. Ну, они как бы этим воспользовались немножко в другом плане, то есть в качестве убрать рекламу, да, то есть у них, получается, ты смотришь рекламу и за это получаешь монетки. Ну, короче, у них схема немножко другая, потому что сильно узконаправленная вообще механика, то есть они ее, в принципе, и не развивают особо. Вот, но прикол в раннере в том, что, получается, мы можем смотреть рекламу в том случае, если мы, допустим, хотим, смотри, еще поиграть, да, то есть чтобы начислилась энергия. А второй прикол – это то, что мы можем утилизировать мисс Беррис, то есть то, что говорил Саша, то, что можно за мисс Беррисы купить, значит, себе энергию. Да, это вообще топ. Да, 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 то есть ты за мисс Беррисы покупаешь, значит, себе энергию, и тебе не нужно смотреть рекламу, то есть у нас есть утилизация мисс Берриса, это первое. Второе – то, что мы, играя, зарабатываем те же мисс Беррисы, гемы и монеты, и все это синхронизируется с нашим аккаунтом, и получается, что мы можем очень хорошо бустить вообще свой аккаунт. И самое интересное, что это очень актуально для новичков, то есть то, что, допустим, человек может прийти вообще в Валкин за счет раннера, то есть не обязательно, что он придет из-за Валкина самого, да, то, что мы сейчас знаем в том виде, в котором оно есть. То есть, допустим, да, я человек, который играю в постоянной основе, да, в сам Валкин, раннер – это дополнительная игра, как экосистема уже, и если я хочу кому-то посоветовать игру, то сначала я, допустим, посоветую раннер, сказать, типа, вот, смотри, погоняй, понравится, типа, я тебе расскажу, там, что там дальше делать. Вот. И прикол в том, что, получается, все равно основным приложением является Валкин. И для того, чтобы даже поиграть в Валкин раннер, тебе изначально нужно все равно скачать Валкин, потому как это является базой, то есть все активы твои, которые ты будешь зарабатывать, они будут концентрироваться именно в самом приложении Валкин, и ты будешь как бы развивать все равно, ну, вот этот аккаунт, который является самым первым для нас всех. Вот. Поэтому получается так, что экосистема будет только расширяться, да, то есть вот игра раннер, да, она рассчитана на определенную категорию людей, а потом там 2048 она рассчитана на другую категорию людей, потом, может быть, какие-то там тоже бродилки, они будут рассчитаны на третью категорию людей и так далее. То есть все вот эти игры, которые они уже будут делать и расширять экосистему, это, в принципе, значит, для Web 2.0, да, то есть то, что людям уже привычно, они это просто переносят уже в Web 3.0. То есть люди таким непринужденным способом начинают вовлекаться в новую вообще экосистему, то есть в Web 3.0, да, в новый мир, который, в принципе, для них был, ну, недавно вообще о нем как бы и не знали и не понимали, зачем он нужен. Вот, ну, примерно вот у меня такие мысли, и если вы считали, да, Medium, там, получается, в раннере будет три этих самых, три бокса, да, то есть получается, мы, как обычно, вот проходили игру, да, значит, разные привязки, потом в конце побеждаем босса и получаем карточки. Вот эти карточки потом мы меняем на боксы, а эти боксы, получается, там, простой бокс, потом типа супер бокс и по типу премиум бокса. Ну и в зависимости от бокса там будет разное количество монет, мисс Беррисов и гемов, вот. Вот, и вот таким образом, вот, изначально нам будет даваться пять энергий, значит, и каждые полчаса они будут восполняться, но мы можем покупать их, эти энергии за мисс Беррис. Вот такая вот схема. Да, схема понятная, она такая, как воронка, да, то есть в маркетинге есть понимание воронки, что максимально большой поток людей заходит, а потом его становится чуть меньше, 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 и потом по итогу становятся самые целевые, вот. Вот, и раннеры, это да, это как такой первоначальный этап воронки, чтобы по максимуму людей затащить вот эту сеть, так сказать, да, а потом потихонечку-потихонечку начать их уже, чтобы они переходили в основное приложение. Вот, у меня есть вопрос к Саше один. Вот, не так давно ты выпустил три таких интересных поста, прям, больших, содержательных, вот, и в одном из них, да, вот, ты разбирал тему бредов, кстати, если кто не читал, рекомендую, на телеграм-канале есть ссылка на эти посты, вот, там есть тема бредов, да, так как это сейчас как эффективная, наиболее эффективная, одна из наиболее эффективных стратегий по монетизации, по поднятию своего, как бы, прихода, вот, и флип. Как ты считаешь, сейчас вот все эти стратегии, они прям, ну, работают, понятно, да, но куда это все идет? То есть мы как-то, у тебя же есть, по сути, данные с Walking Top, да, как что продается, куда, как идет, вот, и насколько часто сейчас люди флипают, и вот, стоит ли бредить или не бредить? Короче, можешь как-то разумеется. Слушай, ну, сейчас на самом деле, да, все как я и писал, и мне кажется, что примерно всю дорогу будет флип и бреды одной из самых профитных тем вообще в игре, потому что этим занимаются далеко не все, то есть, ну, мало людей, по факту, реально мало людей, которые разбираются в игре, которые прямо знают, как бредить, которые знают, по какой цене своего кота выставлять. И получается, это как в покере. Вот я там тоже про покер писал и сравнивал Walking с покером. Есть новички, которые чисто по фану что-то играют, как бы, а есть профессионалы, которые у этих новичков по факту забирают деньги. Вот. И вообще Walking Top и создавался как проект для того, для людей, которые хотят глубже в игру погрузиться и начать больше зарабатывать. И мы концентрируемся конкретно на двух самых профитных темах, которые есть, как ты правильно и сказал. Это флип и бреды. Что касается флипа, сейчас в данный момент классное время для флипа, хорошее время, потому что флоры потихоньку растут. У нас нету каких-то драматических событий, которые бы увеличивали флор или уменьшали, типа фьюза или абуза рефов. У нас просто сейчас рыночная затишье, рыночная экономика. Я думаю, что не всегда плохо, вот когда какая-то турбулентность происходит, потому что если, ну, к примеру, ведут дуэли, мы, наверное, про них поговорим еще дальше, и станет понятно, что нужны определенные коты какие-то, как ты вот говорил, что там, ну, например, прокачиваешь там силу со скоростью, вот, то, окей, такие коты просто станут дороже, то есть все это, опять же, надо ловить моменты такие, потому что через Волкин Топ, соответственно, люди смогут начать ловить таких котов. Поняв в первую минуту сообщение на медиуме о том, предугадав, грубо говоря, какие флоры будут расти, можно сделать очень неплохой банк себе, потому что ты можешь, по сути, выкупить этих котов, продать их там на следующий день, когда уже все очухаются, когда уже все будут писать, что, ага, теперь вот эти коты более ценные, вот эти менее ценные. В целом, если не смотреть на такие турбулентные события, сейчас прикольный хороший рынок. Люди-профессионалы зарабатывают на людях-непрофессионалах, причем непрофессионалам им тоже нормально. Они выставили, это не обязательно, флипперы, это не те, это не какие-то там хреновые люди, которые ловят по ошибочным ценам котов. Такое иногда случается, но все-таки это случается редко. Флипперы – это люди, которые очень грамотно могут предсказывать цену на кота. Обычно флипают сложных котов каких-то, то есть это, ну, какая-то там, я не знаю, двухгенная рарка с одним бредом. И вот хрен ее пойми, вроде один раз она уже сбрижена, и вот считать этого за сбриженного кота или нет. А вроде и двухгенная, вроде и флорная. Непонятно вообще, как такого кота ценить примерно. И с такими котами чаще всего ошибаются в цене, потому что как раз оценить их помогает Волкин Топ. Ты можешь посмотреть всю историю продаж кота, ты можешь посмотреть все гены, какие, типа, на какие гены, типа, с какими статами эти коты продавались, и сделать очень быстро, на самом деле, решение о том, сколько должен, сколько может стоить такой кот. В итоге, если ты видишь, что его льют намного дешевле, ты можешь его купить, флипнуть, продать дороже. Это все работает и будет работать еще. Это как бы основа рыночной экономики. Куплю-продажа это называется. Это у нас в NFT, это флип. По сути, это куплю-продажа. С бредами сложнее, потому что бреды уже подвержены большему рандому. У тебя может случиться какой-то луз-стрик. То есть ты можешь, грубо говоря, там три раза сбридить эпика с эпиком. Вроде как у тебя вероятность 80%, и получить из них, там, я не знаю, две рарки. И две рарки одного анкомана. Это может случиться. Но это не значит, что, типа, бреды какое-то говно. Бреды классные. То есть можно бредить. Просто надо бредить на дистанции. Я знаю, что у ребят довольно классные результаты получаются. Конечно, обидно. По-человечески обидно. То есть тут с не математикой смотрите, а просто вот так вот смотреть, как игрок, когда у тебя там из классных эпиков получается какая-то рарка недофлорная. Но такое тоже случается. Вот. Поэтому в следующий раз выпадет двухгенная. В общем, вот примерно такое мнение. Ну и, соответственно, мы сервисы делаем для... Собственно, как раз для этого. Саша, скажи, пожалуйста, как вообще продвигается разработка, значит, альтернативы Волкин Ко? И когда нам ожидать тоже такой же удобного, точнее, такого же сервиса? Смотри, он практически... Практически все мы уже сделали, что было на Волкин Ко, за исключением, мне кажется, уже морально устаревшего и ненужного подсчета. Что-то у них там был подсчет прибыльности аккаунта. Там учитывались только... Не прибыльности аккаунта, а подсчет. Ну, короче, ты туда вбивал, например, трех котов, что вот у тебя комонки, и он тебе показывал, как лучше их прокачивать. Мне кажется, что это уже вообще не актуально, потому что, ну, кто сейчас сидит с комон-котами? Только совсем новички, наверное, и то уже посматриваются на анкомонов. Вот. Это единственное, вроде, что там было ненужное. Шмотки мы очень скоро добавим. Как для... Ну, собственно, как для бесплатной версии, так и для платной, и со всеми нашими суперфильтрами, со всем вот этим. То есть я надеюсь, что... Не знаю, мы успеем ли условно там к 8 марта, к которому будет ивент, возможно, шмоточный. Но мне кажется, что как-то, не знаю, слишком, может быть, зачастят они с ивентами тогда, если сделают 8 марта. 8 марта опять шмотки. Не знаю, посмотрим. Может, у вас есть какая-то информация, что мы сейчас поделим? Кстати, вот у меня мысли по поводу 8 марта, что все-таки они ивент сделают, потому что, если у нас скоро будут дуэли, то, соответственно, нужно будет многим людям реально запастись шмотками, понимаешь? Вот, поэтому я думаю, что... Да-да. Мне кажется просто, что, ну, как-то это, блин, фигово делать. Прикольно было бы, знаешь, как сделать? Одновременно и ивент, 8 мартовский в таком случае, и дуэли уже выпустить, наконец, чтобы люди понимали, что шмотки важны, что шмотки нужны. Вот. Это было бы норм. Короче, я не знаю, успеем ли мы к ивенту. Я думаю, что... К ивенту. Я думаю, что, возможно, и успеем, вот, если он будет. Потому что мы как бы все там так фундаментальненько делаем. Уже готово там много чего. Вот. Но, ну, как бы это все надо отточить. И, в общем, задеплойт, зарегнуть. Слушай, Саша, у меня сейчас вот идея такая возникла крутая. А скажи, пожалуйста, а реально, например, сделать на ValkenTop такую штуку, где можно было бы, значит, кота, получается, ты его одел, да, и, допустим, рандомно, чтобы, типа, тоже на соревнованиях вот участвовал, либо выбрал, допустим, какого-то кота, короче, написал ему сам, допустим, какие-то статы, да, и применить вот этот коэффициент, который у нас есть, да, значит, по соревнованиям. И, в принципе, как бы примерно там, как будто как на тренировке, понял, проверить там одежду, проверить вообще статы котов. Ну, интересно будет, типа, люди будут там зависать и проверять, какого максимума кота они могут победить, допустим. Вот. Ну, либо, допустим, ValkenTop сам будет генерировать эти бои и показывать, какого они максимально кота там смогут завалить. Слушай, ну, я не знаю. На самом деле, по сути, симуляция боев нужна ли? Потому что у тебя, ну, блин, там же просто простейшая математика по этой формуле. Ну, типа, ты смотришь, считаешь сумму стат своих, и если она больше, чем сумма стату другого кота, тогда ты выиграл. Если меньше, то ты проиграл. Ну, то есть, по сути, это... Я думаю, что, возможно, в ValkenTop в дальнейшем появятся какие-то другие фичи, типа того, что... Ну, я не буду палить, короче, пока что, потому что это долго. Долго до этого еще. Но у меня есть некоторые мысли насчет того, каким образом... Каким образом можно будет подобрать себе лучшего кота для фарма. Вот так я бы сказал. Какие условия нужны. Но это сильно позже будет. Вот. Сейчас давай я про ValkenTop расскажу, что там еще мы планируем делать. Мы планируем... Это не очень нужно, на самом деле, как я вижу, по запросам вообще людей. Мы изначально так сделали. Но мы сделаем эти... У нас уже есть генератор бредов. Мы сделаем генератор бредов с уровнями. Вот. Ну, типа, там, посмотреть, что будет, если скрестишь, там, сбридишь девятку-девятку. Вот. Не знаю, кто и зачем так бредит. Кто вообще бредит кого-то, за исключением, там, десятого и девятого уровня, если у тебя десятка легендарка, а девятка кованка. В принципе, не знаю, зачем это надо. Но мы это сделаем, потому что мы же разгадали все гены. У нас есть абсолютно все гены. И вот на базе вот этого генератора бредов мы будем... Мы сделаем... Мы готовим очень крутой продукт, просто который будет... Опять он должен будет перевернуть всю игру. В общем, мы делаем мега-крутой генератор бредов, короче, можно так это назвать, в котором ты будешь видеть, какие коты тебе будут приходить, с какой вероятностью. То есть ты будешь видеть, что вот тот самый джекпот, на который ты надеешься, он на самом деле у тебя появится с вероятностью 0,5% всего. А скорее всего, ты получишь кота хуже, чем, например, твои родители. Я, опять же, пока не буду вдаваться в подробности, как это будет. Мы пока с продуктовой точки зрения решаем, как лучше это сделать все. Но оно будет, и это будет эксклюзивом. Это не... Ну, это очень сложно будет кому-то вообще повторить, грубо говоря. И это будет доступно, конечно, всем подписчикам нашим. Супер, супер. Слушай, очень интересно. Я думаю, что все абсолютно захотят им воспользоваться. Но это, получается, будет доступно не в открытом доступе, а это будет именно в закрытом доступе. Нет, это нельзя в открытом доступе выпускать, потому что в таком случае можно будет... Это банально даже как защита такая, потому что можно будет просто написать ботов, которые будут все возможные варианты котов у нас генерировать. Ну и, короче, мы можем... Ну, это плохо будет очень. Вот. Ну и плюс еще, естественно, мы хотим... Мы же цены не повышаем, а value нашего сервиса внутри платного мы постоянно повышаем. То есть пользы для... Мы хотим делать больше и больше пользы для наших платных подписчиков. Для бесплатных мы тоже делаем пучу фич всяких. Вот. Но для платных, конечно, конечно, будет что-то больше всякого такого. Поэтому вот, да. Посмотрим, может быть, какие-то разовые... Сделаем какой-нибудь тариф на разовые генерации бредов. Сомневаюсь, что это кому-то надо. Хотя, может быть, кому-нибудь будет интересно сбридеть там. Если человек бредит один раз в месяц кота, ему интересно, что у него там получится. Возможно, будет. Очень-очень интересно, чтобы был этот бот с уведомлениями. Это прям уже сколько? Два месяца очень ждем. Вот. Люди тоже постоянно иногда спрашивают в ютубе комиксы. Алекс, я тебя услышал. Я тебя услышал еще два месяца назад. Я помню это все дело. Просто сейчас закрылся Walking Core, как ты понимаешь. И у нас в родмэпе как раз стоял бот сейчас. Но в родмэпе у нас стоит уже сейчас не бот. Вот. Поэтому у нас стоят шмотки. И вот следующее, наверное, будет бот. Может быть, генератор бредов. Он будет обязательно. Вот. Просто у нас немножечко... из-за того, что Walking Core закрылся, у нас немножко все поменялось, и нам пришлось срочно заниматься другими вещами. Ну, как бы, руку на сограниченное количество. Конечно, оно будет. Конечно, будет бот. Супер. Спасибо, да. Вообще, то, что Walking Core, это, конечно, грустная история. Но вот молодцы, на самом деле, то, что взяли этот вопрос под свое крыло. Вот. И закачаете в это направление. Вот. Возможно, кстати, будет какая-то функция такая. Изи-изи функция. Мини-бот, где, допустим, не знаю, вот ты говорил, да, что коты интересные выходят, там, двухгедные какие-нибудь такие, да. Просто вот у нас есть чат-маркет. В основном чате есть чат-маркет, где можно продавать, покупать котов. Вот. И, допустим, чтобы там спустя пять минут, как кот появился в блокчейне, не знаю, там, один кот в день, два кота в день, чтобы этот бот просто высылал нам в чат-маркет такой фри доступ, да, и люди будут видеть ценности в сейс-коре. Вот. Коты падают за бесплатно, и вот на Walking Core. Вот. И... Это хорошая идея в качестве промо, да, но надо понимать, что мы всячески защищаем своих ребят-флиперов, потому что они платят довольно немаленькие, на самом деле, деньги, то есть две с половиной тысячи волкинов, но они все знают, зачем они это делают. То есть они знают ценность продукта. И у нас на самом деле очень большое количество людей остается с нами. То есть те, которые вот випы, они с нами остаются, потому что они ежемесячно не то, что окупают подписку, они зарабатывают с нами вместе. И это очень здорово. Поэтому тут нужно продумать. Но мы это с тобой в личке, я думаю, поговорим, как там... Продумаем на этот счет. То есть, грубо говоря, каких-то котов возможно не слишком лютых будем приспевать вам. Вот, это круто, это круто. Да, ребят, хотел еще вот такой вопрос поднять по поводу безопасности. У нас очень много ребят в чате, особенно новичков, которые попадают на всякие скамные проекты. Вот, давайте, может быть, так по несколько слов об этом, да. Я уверен, что это будет очень полезно, так как это, значит, наш эфир в любом случае будет на Ютубе, да. И очень много людей, которые новички, они, в принципе, очень доверчивы и, возможно, не понимают, как работает блокчейн, да. Вот, и вообще, где какая информация находится, значит, в самом Валкине, да, какую можно давать, какую нельзя давать. Вот, давайте, вот, первый, наверное, Саша скажет, вот, я в конце, а потом Алекс. Вот. Давайте. Обычно это самые скучные темы, на которых все скипывают, потому что, ну, типа, что-то слушает про безопасность. Поэтому я буду кратко. Смотрите, ваш приватный ключ и ваша ситфраза, это, представьте, что это ключ от вашей банковской ячейки в швейцарском банке, в котором хранится 3 миллиона долларов. Только это не физический ключ, а ключ, записанный в виде буквок и цифрок. И нужно относиться к нему так же. Этот ключ можно вводить только в надежных кошельках, бывают и скамные кошельки даже. Только в надежных кошельках. Надежные кошельки, я могу сказать, что на данный момент это Фантом, которые работают с Волкиным, кстати. Это SafePal. SafePal отлично работает с Волкиным. Там можно создавать много кошельков, и он поддерживает монетку, и NFT-шки поддерживает. Можно использовать как альтернативу Фантому удобную. И это, насколько я помню, TrustWallet. Я бы рекомендовал больше никуда свою ситфразу не пихать. Метамаск еще. Нет, в метамаске нет Солана. Существует множество способов сделать так, чтобы вы подумали, что вы на самом деле вводите свою ситфразу в нужное место. Например, вчера я наткнулся в Яндексе на рекламу. Это уже этот скам стар как мир на рекламу Волкина. И там сайт идет ссылка на сайт какая-то типа volkins.io. То есть вроде как volkins.io, там что-то похожее, но нет. Это скамеры, которые собирают ваши ситфразы. И этот сайт, соответственно, висит на главной по запросу Волкин, этим должна заниматься служба безопасности Волкина. Они должны писать запрос в Яндекс о том, что ребята, вот здесь скамеры, вот мы реальные, здесь занимаются мошенничеством. Я знаю, как это работает изнутри, поэтому я скажу точно, что они на такие запросы реагируют, и эти сайты должны блокироваться. Игрокам же в свою очередь важно не просто вот взять себе за правило никуда не совать свою ситфразу и свой private key. В общем-то, это все основы безопасности в блокчейне, которые только есть. Буду краток, говорил он, но все по делу. Да, на самом деле все по делу. Добавить, наверное, я бы только добавил то, что когда есть какие-то новые проекты, допустим, что-то там залистилось, или какая-то новая игрушка, что-то такое. Проверять сайт, настоящий этот сайт, допустим, вышла какая-то игрушка, мы решили зайти, нам сказали название, мы взяли в поиск, били, и уже дальше пиши пропало. Что такого не было, можно пользоваться CoinGecko, например, заходим, вписываем туда монетку, и у нас вся, абсолютно вся информация по данной монете, сколько их количество, токеномика какая-то, сколько там сейчас в обороте, и самое главное сайт проекта, на который 100% он реальный, он окей, и на него можно переходить, тогда делать какие-то действия. Алекс, я еще добавлю здесь, ты вот напомнил важную тему, то, что так как вообще у нас наш кошелек Волкин на самом деле просто подклеп Савана, то по факту мы можем его подключать к другим приложениям, к множеству других приложений, и нужно, конечно, тоже очень быть внимательными, куда вы подключаетесь своим кошельком, а базово я бы рекомендовал для каждого проекта заводить просто свой кошелек отдельный, то есть подключаться к какой-нибудь новой скамине степноподобной не кошельком, на котором у вас куча легендарных котов лежит, а просто новым кошельком, в таком случае вы сильно обезопасите свой аккаунт. Супер, супер, спасибо большое, я от себя добавлю, что на самом деле очень большая проблема в у Павла Дубровина включен микрофон и от него шум идет. Так, сейчас мы отключим, есть такое, ребят, у кого микрофон не отключен, отключите, пожалуйста. Значит, то, что могу сказать от себя, что, значит, в официальном чате есть такая проблема, она, в принципе, очень распространена и ее решить, наверное, ну, нереально, да, это то, что создаются различного вида Vulcan саппорты, да, и они пишут в личку ребятам, которые обращаются в официальном чате, вот, то есть вы обращаетесь реально с проблемой, даже если она пустяковая, то вам в личку отвечают, значит, скамные как это операторы поддержки, да, и пытаются очень красиво все это вырулить и помочь вам, но на самом деле, значит, знайте на 100%, что первое, значит, первыми вам поддержка никогда не пишет, вот, поддержка вообще не пишет личные сообщения, все проблемы, которые есть у вас на аккаунте, они решаются в общем чате, то есть ее все абсолютно видят, первое, второе, то, что есть у вас, значит, когда вы заходите в настройки, у вас есть там, где пас фраза, да, и приватный ключ, это абсолютно, как это сказать, то, что вы не можете никому раскрывать, это ваша личная информация, как Саша сказал, это ключик банковской ячейки, значит, есть следующая строка, которая называется, значит, статистика, да, и, если не ошибаюсь, информация об игроке, и вот информация об игроке, там ваш кошелек, который, в принципе, вы можете его давать людям, да, вот, когда вы, допустим, хотите получить монеты, то есть, это доступная информация, ее любой может посмотреть в блокчейне, значит, второе, это ваш ID, по вашему ID, значит, разработчики могут посмотреть ваш аккаунт, и какие проблемы есть, соответственно, пофиксить, если, значит, вы обратились уже в поддержку, точнее, в официальный чат, то есть, конкретно там аккаунта поддержки не существует такого, то есть, есть просто официальный чат, такой, например, русскоязычный, англоязычный, арабский, китайский и так далее, то есть, на языке, в котором происходит общение, вот, то есть, будьте абсолютно осторожны, когда вам кто-то что-то пишет, и еще очень часто присылают скриншоты о том, что, да, сид фраза, ее нельзя раскрывать ни в коем случае, а вы как бы знаете, что, да, ее нельзя раскрывать, и второе, они говорят, что пришлите приватный ключ, но приватный ключ дает такие же полномочия к вашим средствам, как и сид фраза, поэтому, не давая, говорят, да, вот это нельзя давать, вы даете второе, но они это все, значит, говорят, что это не приватный ключ, а это ваш ID, но там русским написано, там, английским, да, вот, что это приватный ключ, это не ID ваш, вот, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, и, соответственно, берегите ваши активы, вот, но, опять же, хочу сказать, что если вдруг у вас есть какие-то вопросы, да, если вы точно не знаете, вы можете написать в нашем чате, да, допустим, что, ребята, вот мне там кто-то написал и просит вот это, вот это, можно давать или нет, поэтому, ребята в чате у нас 90, наверное, процентов уже старички, да, которые все это знают, понимают, и многие, конечно, кто есть, уже получил свой урок по скам каким-то вещам, да, вот, поэтому, пожалуйста, пишите, и ребята вам помогут, да, ну, и, соответственно, если там Алик в чате, я в чате, и Саша очень часто в чате, вот, соответственно, ответим обязательно на любые ваши вопросы, вот, значит, ну, что, будем подходить к концу, нашего эфира, ребят, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, да, к Аликсу, к Саше или ко мне, вот, либо вообще общие какие-то вопросы, да, значит, узнать наше мнение, пожалуйста, поднимайте руку, да, или можете, в принципе, написать в чате, если нет возможности сейчас говорить, вот, поэтому, я думаю, что сегодня достаточно информативный эфир был, надеюсь, что всем все понравилось, вот, и второй момент, что, скорее всего, мы уже будем проводить эфиры по средам, именно в это время, потому как удобно и Алексу, и мне, вот, ну, в принципе, не накладно, вот, так, так, ребята, обсудили слезанную приложуху BeMove, если можете, ну, я не знаю лично такой приложухи, вы говорили о том, что появился полный клон, короче, Волкина, на, только с челками, я, короче, поржал, но что-то так и не добрался, что-то было в камина, я предполагаю, что, ну, это скам примерно, примерно 99%, хотя, надо смотреть инвесторов, надо смотреть экономику, что у них там вообще, но я думаю, что это скам, ну, не знаю, так, подозрение. Ну, лично у меня тоже такое подозрение, потому как, если бы это был какой-то крутой проект, они бы не клонились бы, да, не копировали, они бы сделали что-то оригинальное и, соответственно, и механику, и внешне, и внешне. Слушай, не обязательно. Они бы могли взять за основу успешно, на самом деле, это нормально, брать за основу какой-то успешный проект, типа Волкина, но потом внедрять туда какие-то свои фичи. Просто, ну, странно, что мы все не слышали об этом, я подписан на гигантское количество пабликов про геймфай, про все, что только можно, и русских, и английских, и что-то вот этот, вот этот проект меня обошел стороной, что странновато. Я предполагаю, что все-таки это какая-то хрень. Да, еще у нас есть один вопрос. Как думаете, что будет на годовщину Волкин? Какие могут быть события, когда будет один код проекта? Ну, я скажу так, что годовщина Волкин это самое тревожное для меня лично время, потому что в годовщину Волкин, а с точки зрения ритейл-инвестора, как нас называют Алексею, потому что в годовщину Волкина будут случаться разлоки, очень крупные разлоки монет, а разлоки монет это потенциально то, что эти монеты могут пойти в рынок и начать продаваться. Но Волкин, ребята, грамотные, и мы не видим никаких, кроме вот этого месяца, кстати, тут дамб был 22 числа, очень интересный, который 21 разлок случился, а 22 случился дамб монетки такой с 0.5 до 0.45 поэтому как бы не знаю, но мне кажется, что, опять же, скажу, ребята грамотные, инвесторы, там тоже люди не дураки, они понимают, они не будут лить стакан, грубо говоря, так что мне кажется, что возможно будет разгон монетки куда-то на фоне очень каких-то мега крутых ивентов, возможно, как мне кажется, мы увидим какой-то самый крутой ивент, который мы не видели до этого, я не знаю, что это может быть, x3 или что-то такое, но я надеюсь, по крайней мере, но я думаю, все игроки надеются, из-за чего люди начнут покупать, покупать, покупать монетку, чтобы потом очень мягко какие-то инвесторы чуточку об нас разгрузились, я думаю, что это было бы правильной тактикой. Да, интересная идея, чуть-чуть дампануть, и они очень часто делают, ну, даже 14 февраля, да, Хэллоуин, то есть, каждое какое-то событие, оно вот подвязывается, годовщина 100%, я думаю, отыграет, и отыграет очень сильно. Вот, а, кстати, сейчас, вот ты говорил, что 22 числа монета чуть-то просела, а сейчас я тоже смотрю, уже мы там опять около 40, 0,45, 0,0,45. Кстати, Алекс, вот у меня по поводу годовщины есть такое мнение, что как раз разгон монеты, значит, как они устроят, ну, это чистое предположение, да, мои, это то, что котов можно будет поднимать выше рарности, ой, выше рарности, извиняюсь, выше левела, да, то есть, как вот мы смотрели, там, 20 какие-то левелы, там, 22, там, 25, 24, не знаю, вот, это первое, второе, то, что, возможно, они добавят ранги, то есть, если будет больше рангов, то нужно будет больше накопить, значит, монет для этих рангов, да, вот, и, скорее всего, когда уже большое количество людей, своих котов подогнали на 10 уровень, да, и, в принципе, это уже не проблема, то когда они обновят все это и покажут, что есть, то есть, можно дальше двигаться, то, соответственно, ты представь, какое большое количество котов, да, у людей на руках, и все это надо будет гнать на выше уровне и там бредить, и при этом вероятность, что там у тебя получится, ну, уже кот, там, 24 уровня, который уже будет стоить, ну, очень-очень дорого, ну, вряд ли Артур сделают 24 уровень, мне кажется, что сделают 12, вот, ну, потому что непонятно, что там в механике 24 уровень немножко не вкладывается, потому что мы же бридим котов еще, и что там из 24 уровня Команки мы легенду будем получать, как-то это немножко, немножко не то. Интересный вопрос сейчас задать, но мне кажется, что оно будет рано, или поздно, но я думаю, что это есть прямая корреляция между тем, между количеством пользователей в проекте и количеством котов, соответственно, и вот этой темой с введением нового уровня, когда они поймут, что уже котов слишком много, то, возможно, введут следующий уровень. Алексей Андреев спрашивает в чате, интересный вопрос, годовщина будет 15 марта? Я, если честно, даже не думал про годовщину 15 марта, потому что, по сути, 15 марта – это старт ЗБТ. Я в данном случае говорил про годовщину, которая старт ОБТ. Это у нас 19 июня. Вот. И мне кажется, что правильно, наверное, считать это годом Волкина. Хотя не знаю, как они. Может быть, они и сейчас на 15 марта сделают нам. Но в таком случае, конечно, все опасения по поводу там разлоков отменяются. И, может быть, это будет просто классный иван. А может, два раза день рождения отмениться. Мне кажется, день рождения – это все-таки праздник для всех, поэтому как-то хотелось бы, чтобы все в нем чувствовали себя в частности. – Слушай, ну, значит, я думаю, что дуэли как раз стартанут 15 марта. И сейчас стартанет раннер. Вот. Получается буквально, да, там, надеюсь, уже на этой неделе. Вот. И дуэли, наверное, стартанут вместе как раз с каким-то… Точнее, 8 марта будет, наверное, ивент до 15-го. 15-го дуэли. – Я вонгую, что дуэли будут до… Вот сейчас какое? Первое. Ну, допустим, 7 дней максимум. Вообще, я думал, сегодня, завтра, послезавтра вот такое вот ощущение. Ну, была определенная чуйка, так сказать. Вот. Но ждем. Мне кажется, вот ближайшую неделю. – Они обычно очень сильно тизерят прямо перед ивентом. Прямо какие-то уже совсем лютые тизеры выдают. А тут мы вообще от них не слышим, не видим ничего. – Ну да, они механику в медиуме выкатывают. Вот, допустим, как механику они выкатили уже по раннеру, а это они должны уже по дуэлям прям выкатить подробно, как можно будет там играть, да, как оно все будет считаться, там, и так далее. Вот. И я думаю, что они как раз где-то за три дня до того, как они уже его выпускают вот тогда. Ну, в принципе, если сейчас смотреть по раннеру, то скоро неделя будет, да, вот в пятницу, как они выпустили медиум вроде как. Все уже все посмотрели, все ждут. Вот. Ну, пока вот нету, нету. Так что, ну, я думаю, что до пятницы, в принципе, ну, на этой неделе 100%, но в пятницу, я думаю, что это было бы, ну, нормально. Вот. Ну что, ребят, рад был всех слышать, да. Я думаю, что мы ответили на все вопросы. И вдруг, если что, продолжаем общаться в чате. Также не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментарии, пожалуйста, вот. И если кто еще не в нашем чате, да, залетайте, пожалуйста, в наш чат. Значит, в описании будут все ссылки. Также будут ссылки, я думаю, Алекс прикрепит на Валкин Топ, на чат, да, вот. И, пожалуйста, всех будем рады видеть и слышать. Так что, если есть что добавить, ребята, пожалуйста. Да, да. Ребята, интересно, тут Алексей Андреев как раз пишет в чате, то, что Айгар что-то говорил про 15 марта. Если Айгар что-то говорил про 15 марта, надо бы найти эту информацию, где именно. Сейчас я спрошу у него в чатике, по-моему, он нас не слушает сейчас. Вот. Интересно, конечно, будет посмотреть, в каком формате он говорил, что именно будет. Короче, прикольно, поищем. Да, если найдешься, обязательно по, очень интересный тизер. Да, да. Ребят, всем пока, спасибо. Да, пока, ребят, пока. Закрываем запись. Вот, всех рады были слышать, ну, видеть ваше присутствие и читать комментарии. Вот, переходите на YouTube и до следующей Амы. Всем пока. Да, пока. Запись будет, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok